Относительная влажность 86%. Сейчас в столице плюс один и идёт снег. 100% хоккея с Владимиром Дегтярёвым и Дарьей Мироновой. Всем привет, всем добрый вечер в «Эдволнах Спорт.ФМ». Это программа «100% хоккея» Дарья Миронова и Владимир Дегтярёв. Ну и прежде чем мы начнём, я бы хотел вообще посмотреть на этого человека, который в 9 утра пойдёт в московский зоопарк 1 января. Ну а мы начинаем. Сегодня в эфире. Молодёжный чемпионат мира набирает обороты. Акбар спрервал победную серию СКА. Московское дерби. ЦСКА Динамо. Спорт.ФМ Ну а прежде чем мы начнём, по традиции, как всегда, наше голосование. Итак, на нашей страничке «Спорт.ФМ» ВКонтакте заходите в наш раздел, и вот какой вопрос мы вам сегодня приготовили. А будете ли вы смотреть хоккей в новогодние праздники? Несколько вариантов. Да, буду смотреть матчи КХЛ. Да, буду смотреть матчи НХЛ. Буду смотреть молодёжный чемпионат мира. Буду смотреть всё подряд, весь хоккей, который есть в новогодние праздники. И последний вариант. Нет, в праздники будет не до хоккея. Вот такие вот варианты. А до чего тогда, я не понимаю. Наоборот, никуда не спешишь, лежишь дома на диване и смотришь. А в зоопарк пойти? 9 утра сходил в зоопарк, а потом спокойно пришёл, и с 12 начинаешь смотреть хоккей. Все матчи повторят. 1 января в 9 утра сходил в зоопарк, и потом всё хорошо. Между прочим, удобно. Потом всё хорошо. Погулял на Красной площади, поиграл в хоккей там, потому что есть открытый каток, а потом в зоопарк. Всё логично. Вполне. Давай посмотрим, как голосуют наши радиослушатели. И вот как они проголосовали на данный момент. Итак, сейчас самый популярный вариант. Буду смотреть всё подряд. А второй по популярности нет. В праздники будет не до хоккея. Вот так вот. Вот наши люди как голосуют. Ну, а мы готовы с вами общаться на все эти темы. Пожалуйста, пишите, звоните. 276 093 2. Это наши телефоны. А также 276 093 2. А, ну да, я уже назвал телефоны. Пожалуйста, 1-93-2. 276 1-93-2. Это наш второй номер. Код города Москвы 495. Номер смс портала 5533. Начинайте со слова «Спорт». Пишите, звоните, голосуйте. Наш WhatsApp и Viber. Плюс 7 925. 5-4 двойки 93,2. Я бы хотел сказать своё мнение. Ну, собственно говоря, я буду не только смотреть, но мы ещё будем и работать. Я думаю, Дарья Миронова тоже не откажется поработать в новогодние праздники. Я готова работать, если нас сейчас слышат наши начальники. Так что, пожалуйста, приходи, работай после зоопарка. Только с тобой, Владимир, хорошо. Хорошо. Поехали. Итак, у меня в верстке написано, что мы говорим о молодёжном чемпионате мира. Владимир, тебе слово. Давай начнём про молодёжный чемпионат мира. А там уже сенсация произошла. Сборная Финляндии уже два матча проиграла. Проиграли финны чехом, проиграли финны сборной Швейцарии. И сейчас сборная Финляндии занимает пятое место. И у неё есть все шансы, чтобы не попасть уже в плей-офф. Это та самая Финляндия, которая считается одной из перспективных. Та самая Финляндия, которая в прошлом сезоне взяла золотые медали, кроме чемпионата мира взрослого. Ну, они же выиграли юниорский чемпионат, они выиграли молодёжный чемпионат. Да, и хотели выиграть, наверное, и взрослые, тем более играли с канадцами в финале, но в итоге там проиграли. Так вот, а в этом году у финнов-то нет некем играть по сути. Да, вот Лайни, Ахо, Плуярви, они же все играют теперь в национальной хоккейной лиге. И вот вам, пожалуйста, да, и можно сказать, знаешь, как в России говорят, да, это не урожайный год просто. Ну, то есть... Это запланированный спад, Владимир. В 90-е, да, я ещё со стула не упал. Вчера Игорь Владимирович Захаркин, между прочим, помимо незапланированного спада, команда Салават Юлаев пошёл ещё дальше. Он сказал, что у нас сейчас разбалансировка состава идёт. Мне нравится эти острые выражения. Это уже незапланированный спад. Это ещё интереснее. А как ты считаешь, идёт разбалансировка? Ну, мы про Ладу ещё поговорим, да. Мы вот так резко, да, переключились. Так вот, сборная России проиграла первый матч сборной Канады. Это было 3-5. После этого все сказали, ну вот, всё, чемпионат мира, у нас всё не так, у нас всё плохо. А потом другая часть начала говорить, да нет, нормально, ребята, вот мы проиграли, но мы выйдем в финал. С другой стороны, ну, в общем-то, с канадцами в группе тоже тягаться, наверное, тяжело, и выигрывать у них тяжело в этой группе. Хотя, с другой стороны, знаешь, канадцы победили, и в этом есть их всегда большой плюс. Они из шести моментов, из шести раз игры в большинстве, они три реализовали. То есть 50-процентный показатель реализации большинства. Мы свои моменты, к сожалению, в большинстве не реализовали. Да, у нас их было чуть меньше, мы реализовали из трёх одно. То есть такой 25-процентный показатель. Но, даже 33-процентный. Но с другой стороны... Вчера тоже многие как раз следили, это интрига была матча, потому что не сразу получилось реализовать большинство. Да, я, знаешь, как ещё про себя отметил, сборная США забросила шайбу сборной Латвии на седьмой минуте. А вот наша команда забросила сборной Латвии на шестой минуте. То есть мы даже пораньше, и, в общем, в итоге мы победили 9-1. По этому матчу, честно говоря, сказать нечего. Потому что, ну, проверять себя сейчас на вот этой слабенькой абсолютно сборной Латвии, которая приехала с одной единственной целью попытаться не занять последнее место в группе, дабы остаться в группе сильнейших, я думаю, задача очень-очень тяжёлая для сборной Латвии. Я думаю, они проиграют все матчи. Ну, фаворитом точно. Отметим Капризова, который оформил хэт-трик, это пока что единственный на чемпионате. И, ну, не знаю, тяжеловато было смотреть, как ты уже сказала, потому что вот в глаза бросаются... Это было избиение. Да, огромное неравенство. В сборной Латвии, да. Даже вот в мастерстве не боюсь этого слова, потому что всё равно у нас есть парни в составе сборной, которые уже играют на взрослом уровне. Но тот же Капризов играет в КХЛ уже на хорошем, высоком уровне. Опять, смотри, после того, как канадцам проиграли, что у нас впоследствии получилось? Поменяли несколько пар защитников, поменяли что-то в звеньях, там, того же Рубцова отправили в центр, да, к другим партнёрам. Ну да, дать попробовать, потому что матч с канадцами-то у него вообще не получился. Ну вот, понимаешь, всё равно какие-то изменения сделали, и там, наверное, эту игру придётся рассматривать так, мало того, что её выиграли, да, молодцы, просто рассматривать так, как это, ну, наигрывают другие сочетания. А вот, ты знаешь, была одна фраза Брагина про Полунина, который сказал, что Полунин с канадцами вот здесь, в Канаде, не играл. Он сказал эту фразу, и он, типа, вот в этом первом матче с канадцами потерялся. И я подумал, ребят, а вот у вас же был этот турнир из шести матчей, помнишь, там, да я в ком-то уверен, а этих я беру для того, чтобы их проверить. А зачем ты их брал для того, чтобы проверить? Ты бери тех, с кем ты будешь играть на чемпионате мира. Вот он сказал про Полунина, который не играл против вот канадцев в Канаде именно, да, конкретно, да. Это домашняя арена Монреали, это домашняя арена Торонто, я понимаю, там очень тяжело играть, кому бы то ни было, тем более это молодые ребята. Ну так тогда ты и бери их для того, чтобы вот на этом турнире, да, раньше он назывался Сабвэй Суперсерис, сейчас это просто Суперсерия Канады и США, когда мы встречаемся с разными сборными. Вот бери и проверяй его там. А ты же вот тогда, получается, не проверил, и потом сказал, что он на таких больших турнирах вот с такой сборной Канады и в такой стране, как Канада, не играл. Мне кажется, вообще все это не суть. У нас так много молодежных турниров. Самое главное ведь, что скауты национальной хоккейной лиги просматривают ребят, и однозначно неважно, на каком турнире кто выступает, главное, что это обязательно путевка в большой хоккей. Но я знаю, что такое тоже случается очень часто, тот же Майк Бэб как с таким сталкивался, когда вот на молодежных, на юниоркских чемпионатах мира они кого-то выделяют на той же турнир четырех наций, да, вроде как все хорошо, игрок понравился, пригласили, дали ему аванс, а не пошло. Поэтому мне вот, честно сказать, вот Владимир-то молодец, все вот это за всем следил, разноговорил, кто где играл, но суть-то не в этом. Вот у нас сейчас строится наша сборная. Опять парни, которые выступают на молодежке, мало того, что они приносят в копилку нашей сборной победы и, дай бог, медали, плюс они еще и на свое будущее работают. Согласен, и я вот думаю, что у этой сборной, в общем-то, есть хорошие шансы на медали. Хоть, знаешь, перед началом этого турнира, и мы с Денисом про это Казанским говорили, и, знаешь, как-то почему-то эксперты нашу сборную в медали вообще не включили. Да, сказали, это один из самых слабых составов за долгое время, слышала такое. Слышала, да, и они там же прогноз сделали, что мы встретимся в полуфинале, не помню, то ли с канадцами, то ли со шведами, в общем, проиграем, будем играть с американцами там за третье место, и тоже им проиграем, и в итоге займем четвертое место. А за золото они говорили, что поборются как раз Канада и Швеция. У нас были сборные золотых мальчиков, которые выигрывали не золото, а серебро. Да, было такое. Поэтому не нужно, мне кажется, быть вот такими однозначными. Ну, ты видишь, опять же, у них, у экспертов есть свое мнение, но, на мой взгляд, вот как раз у нас есть явный лидер в этой команде, это Капризов. Вот почему-то канадцы на него, они не то чтобы не обратили внимания, но почему-то они как-то скептически к нему отнеслись. А ведь ты правильно заметила, что Капризов поиграл на высочайшем уровне в КХЛ, да? Он играл не просто там против своих ровесников, он играл уже с мужиками и против мужиков играл. То есть он знает, что такое силовой хоккей. Он еще и хорошо играет, он один из лидеров команды. Абсолютно, да, абсолютно. Не зря Игорь Владимирович Захаркин переживал, что у него забирают и Капризова, и Воробьева. Ну, то есть вот забирают его лидеров, молодых лидеров. И он абсолютно в этом прав, но тут ничего не поделаешь. Нет, ты говоришь, они к нему скептически отнеслись. Опять, в североамериканском хоккее что ценится всегда? Габариты. Первым делом смотрят на таких, как Валерий Ничушкин. Вот все. Вот, кстати, у канадцев вот этот Руа играет. Парню 18, по-моему, лет. А у него рост уже там под 2 метра. Вес там больше 100 килограмм. И да, канадцы сейчас... В том на пятаке опасный. Должен быть, по крайней мере. Да, и, ну, правда, нашим тон... То есть сами игроки, как раз, как я и говорила, некоторые эксперты спорили. И сами игроки, и тренеры, ну, не вкатились однозначно. Потому что времени потренироваться, наиграть не было. Пока что вот как ни крути, какая бы команда ни играла, в глаза больше всего при овертайме 3 на 3 бросаются ошибки. Парни боятся как будто бы действовать, потому что слишком много места. Боятся передачу друг другу сделать. Когда они ее делают, вроде как она не всегда шайба доходит. И вот они ее мутозят. Ну, реально, зачем это надо было? И даже все равно есть тренеры, которые подмечают, что ну не так это интересно смотрится. Вот может быть, опять-таки, если бы у команд было лето, или какое-то время определенно наиграть. Хотя бы не в сезоне что-то сделать, да. Конечно, просто уверенность нужна в этом компоненте. А в этом вопросе ты абсолютно сейчас задаешь правильный, что называется, посыл делаешь правильно. Дело в том, что команда Акбарс, выиграв вчера в брасывание, что делает Иржи Секач? Он не вперед пошел, он с шайбой заехал в свою зону. И думает, что с ней делать. Он ждет, выжидает, боится бежать вперед. А когда ты играешь 4 на 4, ты понимаешь, что у тебя там есть еще один нападающий, и ты можешь сделать ему передачу. А здесь получилось, что у тебя защитник заехал в свою зону. А куда деваться Иржи Секач? Ну, естественно, он с шайбой вернулся тоже в свою зону, пока они начали разгонять эту атаку. Там уже почти минуту овертайма прошла. Правда, вот благо было удаление у СКА. Да, не глупое удаление, но это удаление было. Это уже проблема команды СКА. И в этом отношении ты абсолютно права. Не все поняли еще, а как играть в этом овертайме 3 на 3? Просто нет уверенности, нет привычки. Абсолютно, потому что, да, ты выиграл шайбу, и ты сразу с ней почему-то ушел в свою зону. Я вот заметил, в НХЛ команда выигрывает шайбу, они перед овертаймом, да, они там у них такое мини-совещание, команда выигрывает брасл, и они тут же, что защитник, что нападающий, они бегут в зону соперника. И игрок знает, куда ему делать передачу. А здесь, я говорю, наоборот пошло. И это, опять, не зависит даже от команды. Все начинают прижиматься к своим воротам, к бортам, и думать, что делать с шайбой, куда, зачем, как. Улиточки вот эти вот появляются. Вы где-то видели в овертайме 3 на 3 в НХЛ улитки? Там нет времени на это. А если ты там, да, начнешь разворачиваться, тебя просто снесут, тебе не дадут просто так развернуться с шайбой, потому что темп выше, и игроки понимают. Вот опять же, к чему мы пришли. Давай вспомним, как появился овертайм 3 на 3 в НХЛ. Они его обкатали сначала, где? В АХЛ. Они посмотрели, они год целый практически присматривались, что и как, как это будет выглядеть, а вообще получится это, а надо ли это. В итоге они все-таки посмотрели, что команды, да, стали больше играть в атаку, матчей стало больше заканчиваться именно в овертайме, а это еще и для, большой плюс именно для телевидения, потому что у тебя нет этих растянутых булитов. Ну, они есть, но их меньше стало. И все поняли, что, ребята, все, играем овертайм 3 на 3, это интересно. Но у них было целое межсезонье, чтобы наигрывать это все. Они посмотрели, как это хотя бы делается. Я все еще люблю булиты, и еще раз говорю, создается такое впечатление часто, что команды сами думают, ой, скорее бы овертайм пережить, вот в булитах-то мы и накроем. Ну, вот да, да, вот это вот то, что давайте дотянем до булитов, оно, конечно, действительно, я с тобой соглашусь. Ничего не изменилось в этом плане. Абсолютно. В этом плане, а тем более у команд, которые стараются играть от обороны, а их больше у нас. Вот смотри, команда у нас все равно в феврале заканчивает сезон, да, в середине, и команда, которая не попадает в плей-офф, вот, пожалуйста, пусть отрабатывают месяц, пока отпуск не ушли. У них-то будет большая возможность, вот сколько времени. Согласен. Далее, что у нас еще интересного было, ну, про еще один интересный матч, Лада-Салават-Юлаев. Вот это 6-4, и просто, помнишь, мы с тобой сейчас говорили, про то, что сказал Игорь Владимирович Захаркин, про то, что команда Салават-Юлаев сейчас разбалансирована, что нету никакой балансировки, и надо немножечко подождать. Ну, слушай, мы весь сезон слышим какие-то комментарии, впечатления, что вот как у нас стартовал 9-й сезон, так и у Салават-Юлаева постоянно какие-то проблемы. Ну, вот я не знаю, я уже просто во все это не верю, потому что состав хороший, один из лучших, с игроками в порядке. Что не меняется, и в чем есть плохая стабильность у Салавата, это линия обороны, и все. Поэтому вот когда Логинов забрасывает шайбы, я говорю, да, молодец, аплодисменты, но отрабатывает в обороне, потому что мы очень часто именно со стороны этого игрока видим безобразие в плане обороны. Ну, и по сути, опять же, еще... Ну, зачем тогда хлопать защитникам, которые, там, не знаю, скрытые лидеры в плане нападения у нас получаются? Ну, да. А с другой стороны, я знаю, что Игорь Владимирович Захаркин очень недоволен тем, что у него нет хорошего центрального нападающего. Ну, нас же взяли, теперь у нас смертл, усиление, прибавление. Ну, я не знаю. Ну, вот, честно говоря, знаешь, такое спорное, на мой взгляд, прибавление, приобретение. Ну, просто понимаешь, ЦСКА тоже мы по ходу сезона слышим, нет любимого, нет радулого, но ЦСКА идет в лидерах, и даже когда проигрывают, мы слышим замечания по моментам и по игре, а не то, что там у нас, каждый вот это, у нас нет радулого, у нас нет любимого, мы проиграли, потому что у нас нет звезд, у нас нет яркости. Ну, с одной стороны, согласен, с другой стороны, вот, ты знаешь, я увидел, что вот есть игроки, которые выходят на лед, и они выполняют именно свою работу, да, они там забрасывают шайбы, то есть они как на конвейере пришли и начинают, да. Вот Радулов, это все-таки больше такой вариант шоу, да. Александр мог там поспорить с судьями, он мог там на скамейке запасных всякие жесты кому-нибудь показывать, он мог по трибунам помещений там высказать что-нибудь кому-нибудь. Да, да, я с тобой здесь согласен. Ну, смотри, опять, мне кажется, мы во всем этом забыли похвалить Ладу, потому что последние вот три матча, которые я вижу, ну, хорошо, если мы это как в плане мотивации засчитаем, ну, реально просто такой шикарный хоккей. Слушай, это есть мотивация. И вот встреча с АСКА, да, просто молодцы. Я почему сейчас говорю, что это и есть мотивация, смотри, что сказал главный тренер Слована Милоша Ржига. Он сказал, кроме словаков никто не ноет по поводу невыплаты вовремя денег. Он говорит, только словаки постоянно мне говорят о том, что вот у нас нет денег, у нас проблемы. Он говорит, все остальные там, кто есть легионеры, да, у словаков, они, говорят, про зарплату не спрашивают. Ну, как бы. Они потому что привыкли. Типа они играют, да? Из других команд, да. Ну, да, о чем Мусатову спрашивать? Про зарплату дадут когда-нибудь. Ну, вот видишь, Тольятти ждали, три месяца не давали. А тебя ждали. Побежала команда, заиграла. Не всегда, правда. Я не знаю, деньги не являются мотивацией на самом деле, но я понимаю, что это радость. Согласись, все равно, когда ты за три месяца получаешь достаточно... Я была в такой ситуации, Владимир. Достаточно хорошую сумму. Когда не платят в Амуре деньги, да. Да, еще и летают на самолетах, а потом... На обычных самолетах, а потом еще и требуют вернуть деньги за клюшки. А клюшка тоже дорого стоит. Нефтехимик вчера одолел Череповецкую Северсталь 4-3, но аришские динамовцы переиграли команду Йокерит в овертайме, причем сделали они это в гостях, переиграли Йокерит 3-2. Но ты забыла, что они встречались за день до этого, у них две ночи подряд, как бэк-тюбэк называется, извиня, тогда Йокерит 3-0, поэтому Рига молодцы, добавили, уже не совершили тех же ошибок. Это точно, правда, даже эта победа Риги вряд ли как-то команду спасет, и они вряд ли попадут в плыв. Достоинство. Ну, это... Согласен, надо играть и за свою фамилию в том числе. Мы сейчас уходим на новости, далее вернемся и продолжим наш разговор. Реклама. Не верю, что этот торшер продается так дешево, и что на это кресло такая скидка, тоже не верю. Маша, ну сколько уже можно не верить? У нас и так полная тележка твоих, не верю. Только с 22 декабря по 25 января. Невероятные цены на распродажи в Икеа. Ночной диско-клуб Ленинград поздравляет вас с наступающим Новым Годом и приглашает 31 декабря на новогоднюю вечеринку. Вас ждет феерическое шоу с ценными призами и подарками, зажигательные песни и танцы до утра, и новогоднее меню от шеф-повара из Италии. Ресторан, караоке, диско-клуб Ленинград. Категория 18+. Новогодние скидки в «Спортмастере». Спешите! Срок проведения акции с 21 декабря по 9 января. «Спортмастер». Ни дня без спорта. Количество товаров ограничено. Подробности на сайте sportmaster.ru Организатор ООО «Спортмастер». Кина не будет? Еще как будет! С 19 декабря по 10 января получите новогодний подарок от онлайн-кинотеатра «Окка». Соберитесь всей семьей у экрана вашего смарт-тв и смотрите бесплатно любимую советскую классику и голливудские блокбастеры в отличном качестве и без рекламы. Просто зайдите в приложение «Окка» на вашем смарт-тв. Собираетесь в отпуск? Скачайте фильмы, сериалы и мультфильмы в дорогу. Установите «Окка» фильмы на вашем смартфоне или планшете. «Окка». Новогоднее кино с удовольствием. 18+. Фейерверки со скидкой 50% от народной марки номер один в России русалют.ру Фейерверки «Русалют». Народный выбор. Информация об акции скидка 50% на сайте русалют.ру Интерконференция. ОГРН-907-774-675-54-88. Город Москва. В Новый год торговый центр «Авиапарк» дарит вам настроение. Рождественская ярмарка, бесплатные детские спектакли, живая музыка, новогодний шоппинг и розыгрыш «Мерседес-Бенц ГЛА». Пусть Новый год примчится к вам на новом «Мерседесе». Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на авиапарк.ком. Сроки проведения акции с 5 декабря 2016 года по 7 января 2017 года. Хатынский бульвар 4, торговый центр «Авиапарк». Категория 0+. Телефон рекламной службы «Спорт-ФМ» 620-46-64. Код Москвы – 495. Курс молодого бойца на «Спорт-ФМ». Зачем боксеры во время боя вдруг хватают друг друга в объятья? Нет, это не приступ внезапного человеколюбия и даже нежелания досадить этим скучным зрелищем зрителю. Это универсальный способ сорвать план соперника, когда понимаешь, что вот-вот придется очень туго. Этот прием называется «Клинч». И цель его – прижать руки оппонента, заставить его тратить силы на выход из неудобного положения. Тем временем можно подумать, как развернуть ход боя в свою пользу. Улица Воронцово поле до улицы Каретный ряд. Час 18 на Бульварном кольце с внешней стороны от Космодомианской набережной до улицы Петровка. Час 10 минут на Садовом кольце с внешней стороны от площади Курского вокзала до улицы Кратина. 56 минут на улице Краснобогатырской от улицы Хромова до улицы Богатырский мост. И на третьем транспортном кольце от Нижегородской улицы до Автозаводской. До Нового года осталось 4 дня. Искренне ваш друг российский Дед Мороз из Великого Устюга. Чтобы добиться топ-результата нужно работать на тренировках каждый день. Каждый. Каждый день на Спорт.ФМ. Итоги спортивного дня. ТОП-спорт. С Алексеем Золиным и Артемом Дроздовым. ТОП-события. ТОП-спортсмены. ТОП-результаты. Высший уровень. Слушай ТОП-спорт с Алексеем Золиным и Артемом Дроздовым только на Спорт.ФМ. Каждый будний день с 20 часов. СТО ПРОЦЕНТОВ ХОКЕЯ С Владимиром Дегтяревым и Дарьей Мироновой. Ещё раз всем привет, всем добрый вечер. Вы на волнах Спорт.ФМ. Дарьей Мироновой и Владимир Дегтярев. Это программа СТО ПРОЦЕНТОВ ХОКЕЯ. Мы продолжаем наш разговор о хоккее и возвращаемся к нашему голосованию. А вопрос у нас сегодня простой. Будете ли вы смотреть хоккей в новогодние праздники? Итак, пока самый популярный ответ нет, в празднике будет не до хоккея 35%, а 33,5% наших радиослушателей проголосовали «Да, молодёжный чемпионат мира и я буду его смотреть даже несмотря ни на что, даже если буду падать в салат лицом». Владимир, ты сейчас о себе говорил, мне кажется. Я работаю. Остаёмся в континентальной хоккейной лиге, но переключаемся на сегодняшний день. Сегодня Ну а сегодня у нас действительно матч-то. Матч, я бы сказал, матчище 19.30. Ретро-матч. Ещё один. ЦСКА против московского «Динамо». Да, на Ленинградке сегодня пробки с утра, там уже стоят танки, я проезжала, видела. Полевая кухня. Естественно. БТРы. Так это всё-таки ретро-матч или что это? Это ретро-матч, у нас же весь год такой знаменательный. тематикой. Ну, потому что это армейцы, да, Владимир. Армейцы Москвы. Поехали. Итак, сегодня ЦСКА и «Динамо» в очередной раз встречаются между собой в рамках регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги. Кстати, дважды эти команды уже между собой сыграли и обменялись они победами именно в булитной серии. Посмотри, 13 ноября в рамках регулярного чемпионата «Динамо» принимал у себя дома ЦСКА и армейцы победили 5-4 по булитам. А вот 28 ноября эти команды встречались уже в Ледовом дворце ЦСКА и там «Динамовцы» по булитам победили 3-2. Вот так вот. Сегодня еще одна игра. Как ты думаешь, опять ждать булитов? Слушай, давай сначала перейдем к деталям вообще, как эти команды сейчас себя чувствуют. Во-первых, сначала заглянем в турнирную таблицу на западе ЦСКА на втором месте 98 очков, «Динамовцы» на шестом 71 очко. И вот, конечно, интересные факторы это всегда, например, разница заброшенных и пропущенных шайб. ЦСКА 130 на 85, «Динамо» Москва 106 на 83. То есть, вроде как, пропускают команды приблизительно одинаковое количество, но мы видим, что ЦСКА намного больше забрасывает. Ну и в последних пяти матчах ЦСКА четыре раза выиграли, однако набрали очки во всех пяти матчах. Что касается «Динамо», выиграли в трех, очки набрали в четырех. Но мы сами понимаем, мы постоянно отмечаем, что когда дело касается дерби, команды будут выкладываться на 200%. Все же речь не идет о статистике регулярного чемпионата. Ну и по очкам, да, ты правильно сейчас заметила, «Динамовцы» занимают шестую строчку в западной конференции, у них 71 набранное очко, у ЦСКА второе место, и у них 98 набранных очков. И, кстати, ЦСКА-то имеет еще все шансы побороться с командой СКА за первое место в западной конференции. Разница в шесть очков. Если им это нужно. Если им это нужно. Тренерскому штабу это прежде всего нужно, потому что... А как ты думаешь, нужно или нет? Или уже хорош выигрывать регулярку? Поминая прошлый сезон, понимаешь, не всегда, что ты выигрываешь регулярку, гарантирует тебе вообще всеобщий саксесс, так и тянется сказать, успех. Но мне кажется, важно вспомнить предыдущий матч команды. «Динамовцы» уступили в гостях и «Косоч», пятерей, очень продуктивный матч. Что касается ЦСКА, ну, опять понедельник встречался армейский клуб с локомотивом, тогда по булитам пришлось проиграть, но самое интересное, что в той игре почему-то очень много армейцев удалялись в первом периоде, в третьем, как-то вот сдержанно более играли во втором, но самое главное, и сами-то не смогли ни разу использовать численное преимущество. Ну, а, кстати, смотри, квартально-то нам практически каждую пресс-конференцию напоминает про абсолютно какие-то ненужные ошибки, из которых потом выходят вот эти вот как раз то, о чем ты говорил, ненужные удаления, да, вот эти вот удаления, и квартально-то говорит, что они ломают нам постоянно игру, и что мы с этим пытаемся бороться, но не до всех это доходит. Вот так он как-то выразился. Ну, у ЦСКА, слава богу, очень длинная скамейка, поэтому, если захочешь кого-то доказать, не дошло, дойдет до другого, да? Да, да, можно будет отправить кого-то посидеть, подумать над своим поведением. Вот интересно, кто сегодня будет защищать ворота? Ведь, смотри... Наверное, снова фаст. Вот, что в этом такого? Вот что происходит, а? В смысле? Ну, рассказывай, о чем ты. Почему фаст опять? Вот смотри, не доверяют почему-то квартально в последних матчах Сорокин, особенно после вызова в сборную? Что происходит? Ты думаешь, это было после вызова в сборную? Ну, получилось так, что именно после вызова в сборную так стало происходить. Ну, на ровном месте же не доверяют, нет, хотя, конечно, такое бывает, но, опять ты вспомни, как относились к Илье Сорокину в прошлом сезоне, в этом тоже. Он однозначно был первым вратарем ЦСКА, мне кажется, просто слишком высокая планка, и, наверное, от него много требуют. Мне, честно, показалось, что, наверное, не то, что проблемы какие-то были, но пробелы в игре «Лада ЦСКА». Вспомни, тогда был очень громоздкий счет, 4-5, да, Илья проглотил все эти четыре шайбы, и даже когда показывали картинку после матча, было видно, насколько Сорокин сам расстроен, потому что, да, тяжелая была игра, яркая, ну, и, наверное, где-то и главный тренер имел право остаться недовольным. Далее немножечко приснив себя. Отдохнуть, не отдохнуть, но да. Такие профилактические меры, может быть. Слушай, но всем иногда нужно отдыхать. Смотри на бедного с театра, который в прошлом сезоне тащил в этом. Вот сейчас у Витязи, ну, мы не будем говорить запланированный спад, это больше такая уже просто шутка и ключевое крылатое выражение, но... Да, но вот с другой стороны... Перед Новым годом почему бы не отдохнуть? А, ну, если так, то согласен. Я сейчас вот вспоминаю дедлайн, который у нас завершился, который, как обычно, собственно, такой очень серенький был. Так вот, был же вариант, при котором Налимов мог оказаться в ЦСКА. Зачем ЦСКА снова нужен третий вратарь? Я не говорю, я просто к тому, что вариант такой был. Ты только что сказал. Вариант такой был. Нет, и что бы сделал, вот делал Налимов здесь? Я даже не понимаю, зачем он в Сибири? Я так понял, мне удалось, может быть, фаста пристроить? Что, у тебя есть вопросы к фасту? У меня вопросы к фасту со времен, команды Эдмонта Нойлерс остались, между прочим. да, ну смотри, вот меня очень часто удивляет, что, да, у нас есть вопросы к фасту в прошлом сезоне, особенно было их много по игре, да, очень странно было, например, что Галимов покинул клуб, но не фаст, но насколько он тащит на международных турнирах, когда у нас идут этапы евро-тура. Получается, система квартального, может быть, не подходит фасту где-то? Здравствуй, Владимир, система квартального и вратарская работа, ты соберись давай. Вот. Причем тут вратарь и система квартального. А что тогда мешает фасту? Тренер должен просто чувствовать уверенность. А с вратарями работает другой тренер, Володя. Нет, я понимаю, ну а что с фастом тогда происходит? Почему у него разные игры? Что с ним происходит? Он играет, ты так говоришь, как будто бы, я не знаю, он подводит свою команду. Ну вот сегодня и проверим, кто будет у нас сегодня играть, фаст или сорокин, и что в итоге я за Сорокина голосую. Я бы тоже хотел, чтобы Илья с Сорокин играл. Поиграть, ведь он будет фаст. То есть мы с тобой не тренеры в этой ситуации, не тренеры вратарей, не тренеры ЦСКА. Ну ладно, посмотрим, что из этого получится. На твой взгляд, вот вообще, какую ожидать игру? Вот ты какую ждешь? Результативную, как она была 13 ноября, когда мы увидели 8 шайб в основное время. Мы только что с тобой обсудили, как вратарям тяжело пропускать большое количество шайб, или наоборот. Мы-то обсудить с тобой, может быть, и обсудили. Вот мне интересно, что думают наши радиослушатели. Во-первых, пишите, номер сейчас скажу, плюс 7 925 2222 932, если вы успели это запомнить, ну или 5533, начиная со слова спорт. Интересно, что вы думаете, должен ли быть матч ЦСКА Динамо-Москва сегодня результативным? Да, я голосую за результативную игру, я хочу увидеть много шайб. Ну хотя бы 6 в основное время. Основное время. Вот знаешь что, вот здесь 100% с тобой соглашусь, для просто разнообразия давайте обойдемся без овертайма и серии буллитов. Пусть команда победит в основное время. Тогда пусть кто-то побеждает 4-3, чтобы было 7 шайб. Потому что... Это плодрама, хорошо. Ну, потому что хочется увидеть некое хоккейное шоу, хочется увидеть не просто работу на площадке, а хочется увидеть классную игру с обилием заброшенных шайб. Вот такой, знаешь, с нервом, когда там, да, и подраться надо. Ну, потому что все-таки это дерби. Дерби есть дерби. Хочется, чтобы они подрались, чтобы они выясняли отношения, чтобы они спорили, чтобы они горели на площадке, грызли лед зубами, ловили шайбы зубами. Так и будет, Владимир. Вот. Ну, а мы, пожалуйста, вас спрашиваем, кто же победит сегодня в московском дерби между командами ЦСКА и Динамо Москва. Так что пишите, звоните, мы с удовольствием с вами пообщаемся. Ну, а сейчас сделаем небольшую паузу. До начала раз обращаемся к нашему голосованию. Дело в том, что уже совсем скоро стартуют новогодние праздники. У некоторых они, как мне кажется, уже стартовали. Так вот, будете ли вы смотреть хоккей в новогодние праздники? Сейчас самый популярный ответ. 35 процентов наших радиослушателей проголосовали за все, за то, что в празднике им будет вообще не до хоккея. Ну, и 33 процента, что очень приятно, проголосовали за то, что они будут смотреть молодежный чемпионат мира. А ведь правда, что в празднике делать? Кому на работу не надо? В 4 утра можно спокойно сесть и посмотреть хоккейный матч. Например, Россия, США, а правда он начнется в 23.30. Владимир, вот что значит, когда ты задаешь правильный вопрос. ЦСКА, Динамо, чья возьмет? Ты знаешь, пока что у нас, я вижу по СМС, который нам присылают радиослушатели, выигрывает ЦСКА. Да, ты знаешь, почему-то 4, 2, 2, 1, 1, 0. Почему-то очень многие ставят на команду ЦСКА. Не знаю, может сейчас все подумали, что у Динамо пошел запланированный спад. Вспомни. Нет, ну что прям от глупо проиграли, сразу спад. Не в этом суть. Динамо-вто действительно изменились, преобразились, когда вернулся Еременко. Тут вот просто говорить нечего. И еще один, наверное, плюс, вернулись несколько ветеранов, да, и Терещенко в том числе. Терещенко пораньше вернулся. Ну да, он чуть раньше вернулся, но на мой взгляд, как раз таки его, наверное, Динамовцам, знаешь, на льду где-то тоже не хватало вот такого вот игрока, который где-то может, да, встряхнуть команду, который может что-нибудь им сказать. Просто для уверенности не хватало, наверное, ветеранов. Да, не, а я согласен. Всех. Вон, пожалуйста, Яромир Ягар, посмотри. Правда, его Флорида пока это, не очень блещет. Неважно, все равно, вот опять, я-то отмечаю Еременко, потому что для команды просто это серьезное усиление, когда тебя кто-то на последнем рубеже подчищает, помогает, подтаскивает. Давай немножечко про НХЛ поговорим. Новости НХЛ. У нас, я так думаю, знаешь, приятная новость. Смотри, Коламбус, Blue Jackets продолжает, я бы сказал, переть вперед. 13 побед подряд уже у команды. И это, на самом деле, очень интересный результат. И посмотри, давай вспомним, раньше все Коламбус как-то ассоциировали с тем, как, например, будет сегодня играть Сергей Бобровский. Понятно, что и сейчас Бобровский, да, он как бы играет одну из ведущих ролей. Давайте передадим привет людям, которые просто вот еще в прошлом сезоне любятся со мной иногда спорить про то, что фу, бедный Бобровский, пусть он уходит из Коламбуса. От Тартареллы? Да дело не в Тартареллу, а мол, зачем он в Коламбус сидит, а я говорил, ну как, Сергей себя прекрасно чувствует, ему нравится эта команда, этот город, как бы все хорошо, вот вам, пожалуйста. Жду от вас благодарственные смс-ки. Да, ведь все началось с того, как его убрали из Филадельфии, помнишь, вот все-таки видишь, как оно иногда происходит. Там не убрали, там с Ильей Брызгаловым не поделили место. Я согласен, но с другой стороны, давайте посмотрим. И сколько раз уже Филадельфия кусала локти, что дали предпочтение Брызгалову, а не Бобровскому. и где теперь Илья Брызгалов, где Сергей Бобровский в этом отношении. Я не против там, не кидаю камни в огород Брызгалова, но Филадельфия в тот момент, получается, сделала, наверное, неправильный выбор. Пожалуйста, и мы сейчас видим, где Бобровский находится и как Бобровский помогает своей команде. И вот эти победы, которые мы сейчас видим, это же заслуга и Сергея Бобровского в том числе. И никаким образом нельзя говорить, что там, да, сейчас появились вот еще другие. Да, там команда очень интересная такая получилась. Но, на мой взгляд, тут Филадельфия допустила ошибку. Но, правда, сейчас смотри, Филадельфия-то делает ставку на Мейсона, который помог своей команде одержать 10 побед подряд. Правда, потом последовала серия поражений, но, в любом случае, Филадельфия удивила и приятно удивила, в общем-то. Самое главное, мне кажется, нужно напомнить, кто и как себя сейчас чувствует в конференциях. Так, начнем с Востока. Коламбус, хлопайте на первом месте. Я понимаю, что все меняется, но какая разница? А давай вспомним, как Коламбус начал. Все говорят, ну вот опять. Коламбус, да, проваливается, команда играет плохо, и вот правильно ты заметила, все, Бобровский не ту, выбрал команду. А теперь вспомни также мои слова от Джона Тартарелла, который провалил Кубок Мира и сборную США. Я говорил о том, что насколько ему будет принципиально важно вернуться сейчас и заниматься командой, вести ее к успеху для того, чтобы как профессионал себя, не знаю, не закопать. Так вот, может быть, была проблема-то не в совсем Тартарелле? Нет, ну слушай, ты сам Тартарелла отмечал. Мы придирались к тому, что состав был очень странный. Плюс к всему мы знаем, что он очень зажал игроков, и у них не получилось раскрыться. Вот и все. Просто он выбрал не совсем правильную тактику, но вот одну игру проиграли, и все, это был конец. По сути, да, одна игра, которую вот она поставила креста на турнире. Вот сразу выбрал неправильную, а больше уже не было времени реалибитироваться. Давай дальше. Второе место на Востоке после Коламбуса занимает Питцборд Пингвинс. На третьей строчке держится пока Нью-Йорк Рейнджерс. Четвертое место у Монреаля, а недавно еще Монреаль, да, был одним из лидеров Восточной конференции. Пятую строчку занимает Вашингтон, и сейчас, знаешь, в НХЛ, даже не в НХЛ, а у многих болельщиков Вашингтона и специалистов вопрос, а что делает Барри Троц? Опять, да, тренеры докопались. Да, вот, опять же, понимаешь, что я спрашиваю, а что делает Барри Троц? Что не складывается? Выигрывал молодец, проигрывает опять плохо, и опять тренер виноват. То есть, знаешь, в том году... Амур просто. Помнишь, как в том году говорили, да куда там Троц отпустил игроков, они сейчас там регулярку выигрывают, а в плей-офф там будет все наоборот, у них плохо. Сейчас всем не нравится, ну вот, Троц там зажал игроков, у них там что-то не получается, а что будет опять в плей-офф? А при этом, смотри... Вам еще дойти не надо. Ну, я думаю, Вашингтон туда все-таки дойдет. Дойдет. А что самое интересное, ведь команда Вашингтон Кэпиталс в кои-то веки пропустила меньше всех. У них 73 пропущенные шайбы. Но это никто не смотрит. Почему? Вот, да? Почему никто не смотрит? А ведь это один из важнейших компонентов при игре в том же плей-офф. У тебя должна играть надежная оборона, в том числе. Ну, вот на этот факт как-то особо никто не обращает внимания. Ну и шестое место занимает на востоке Филадельфия, на седьмом от Тава и на восьмой строчке команда Бостон Брюинс. Это те, кто попадает в плей-офф. Ну и сейчас у нас куча на востоке, да, это Нью-Джерси Девелс, на шестнадцатом, на пятнадцатом Детройт. Да, Детройт, который, сколько у нас там, двадцать шесть сезонов подряд же они, да, выходили? Ну, в этом пропустят. Походу, все, заканчивается вот эта их серия из двадцати шести подряд выходов. Самое, наверное, печальное, что они переедут с Джилуи с арены, да, и вот получится, наверное, один из таких самых неудачных сезонов, по крайней мере, сейчас он так складывается. Поехали. Дальше западная конференция. Первое место у Чикаго. Ну, в принципе, наверное, неудивительно. Второе место у команды Миннесота Уайлд. Брюс Бодро. Да, наш старый знакомый, кстати, очень интересно, Брюс Бодро становится, знаешь, таким рекордсменом. Он одержал десять побед подряд с третьей командой в своей карьере. Есть у него такое, да. Правда, единственное, знаешь, я заметил, вот если бы он еще седьмые матчи в плей-офф выиграл, это был бы намного интереснее и лучше результат. Дарья. Да, ну и продолжаем. На четвертом, на третьем. На третьем сам Хосе Шаркс. На четвертом, ла-ла-ла-ла, Эдмонтон Ойлэльс. Ты знаешь, действительно, в этом сезоне игра команды, ну, она реально преобразилась. Смотри, холлы убрали, и как все хорошо стало. Да, и... И Кубову убрали, посмотри, как хорошо стало. На самом деле... Ты знаешь, а мне кажется, вот как раз, вот ты, да, мы сейчас так сказали, а на мой взгляд, оно так и есть. И в какой-то степени, ну, Тейлор Холл, он сейчас себя нашел в Нью-Джерси, у него, в принципе, получается... Да, на шестнадцатом месте команда. Чувствует себя прям как в Эдмонтоне, все здорово, это правда. Не, ну, Холл-то очки набирает, правильно? Как и в Эдмонтоне, да, молодец. Так же травмировать, так же набирает очки, все здорово. Ну, вот Холл, я думаю, еще и по этой причине тоже убирали, потому что человек настолько подвержен травмам. А вот что касаемо Наилия Якупова, как раз команда Сент-Луис Блюз идет вслед за Эдмонта Нойлерс, пятую строчку они занимают, и Наилия Якупов часть матчей, в принципе, пропустила. Он сыграл, по-моему, ровно половину матчей за команду Сент-Луис Блюз, при этом он набрал 7 очков. А там есть такой интересный договор, у них у Эдмонтона и Сент-Луиса. Если Якупов забрасывает 15 шайб в этом сезоне, то тогда Сент-Луис отдает ему второй номер этого года драфта. То есть второй раунд драфта. А если он не забрасывает 15 шайб, то 18-й год и третий раунд 18-го года. Поговорились, короче. Может, они специально его так придерживают, чтобы не отдать им второй раунд? Но это я шучу, конечно. Это все бизнес, да. На самом деле, вот я видел несколько игр Якупова, а Ихич как-то правильно ему претензии предъявляет. Наиль Якупов, он, знаешь, как привык, и вот в Эдмонт у него не это было, он идет, подхватывает шайбу, доходит с ней до синей линии, то, о чем мы с тобой говорили в прошлом сезоне. Дальше вся команда бежит с ним в атаку, дальше Наиль Якупова на синей останавливает, у него шайбу отбирает, и идет обратно. Атака. Три в два получается, то есть перевес получает команда, которая успела у Наиль Якупова отобрать шайбу. То есть вот эта индивидуальная игра, от которой Хич как пытается отучить Якупова, она никак никуда не уходит. Ну, слушай, ни один Хич как пытался. У Эдмонтона тоже было много тренеров. Пока сам игрок, мне кажется, не придет к этому осознанию, наверное, не будет продвижения вперед. Это точно. Ну и давай закончим. Пятое место, мы уже сказали, Сент-Луис Блюз, шестое Анахайм Дакс, седьмое Калгари, и на восьмом Лос-Анджелес. Ну, друзья мои, 30-го числа, 30-го декабря в 16.00 ждите праздничный выпуск программы «100% хоккея». Там будет не только хоккей, там еще будет и закулисье. Там будет праздник. Там будет действительно праздник хоккея. Ну, а мы с Дарьей Мироновой с вами прощаемся. Владимир Дегтярев и Дарья Миронова. Всех с наступающим Новым годом. И всем пока. Встретимся на хоккее. Редактор субтитров А.Семкин